Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале Самара ГИС. В этом году Россия отмечает 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В честь этого в столице региона пройдут масштабные мероприятия. Подробнее о них я расскажу прямо сейчас. 9 мая в 10.00 на площади Куйбышева пройдет Парад Победы. Участие в нем примут более 20 парадных расчетов. Будет задействовано около 30 единиц военной техники. Откроет мероприятие легендарный танк Т-34 – боевая машина образца 1941 года. Именно на таких танках Красная Армия воевала вплоть до 1943. Жители Самары смогут посмотреть парад в режиме онлайн. Прямая трансляция будет вестись в 10.00. В День Победы на площади Славы можно будет увидеть уникальную выставку архивных документов без срока давности. Она рассказывает о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период войны. Также в этот день будет работать площадка по плетению маскировочных сетей. 9 мая все городские музеи будут работать бесплатно. В музее Эльдара Рязанова можно увидеть выставку, посвященную актерам-фронтовикам. В детской картинной галереи выставку «Сохраняя память» об истории спасения исторических и культурных ценностей в блокадном Ленинграде. В литературном музее можно будет увидеть экспозицию жизнетворчества Алексея Толстого. 10 мая литературный музей проведет авторскую экскурсию «Без тыла нет победы» – хроника событий тылового Куйбышева. В октябре 1941 года руководством страны было издано постановление об эвакуации столицы СССР из Москвы в Куйбышев. Город стал второй столицей и крупнейшим промышленным центром страны, куда были эвакуированы оборонные заводы и крупные предприятия, построены свыше 30 временных аэродромов. Промышленность области была полностью перестроена для нужд обороны. Хроника событий, происходивших в Куйбышеве в военные годы, создает картину тыловых будней города и области, рассказывает о том, как изменилась жизнь горожан и об их пладе в общее дело обороны. Начало в 12.00. В театре «Камерная сцена» 10 мая покажут спектакль «Возвращение» по одноименному рассказу Андрея Платонова. В центре сюжета только что демобилизованный ветеран войны Алексей Иванов. Автор показывает, как сложно военному человеку вернуться к обычной гражданской жизни, а самое главное – к семье. Спектакль учит быть внимательнее к близким людям, доверять им и верить в них. Начало в 18.30. На этом у меня все. О том, как провести вторую часть длинных праздничных выходных, я расскажу в следующих выпусках программы «Афиша». Увидимся совсем скоро! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...